Давайте сразу возьмем быка за рога и решим задачу. Из пункта А в пункт Б в 8.00 выехал велосипедист, а через некоторое время из Б в А вышел пешеход. Велосипедист прибыл в Б через 6 часов после выхода оттуда пешехода. Пешеход пришел в А в 17.00 того же дня. Скорости велосипедиста и пешехода постоянны. Какую долю пути из А в Б проехал велосипедист до его встречи с пешеходом? Кому-то эта задачка покажется нестандартной. Да так оно и есть. Она была на Олимпиаде Ломоносов пятой по счету из 10. А для кого-то окажется в новинку тот подход, который будет изложен в ближайшие минуты. Вот и отлично, тем полезнее будет видео. Поехали! Итак, попробуем изобразить графики движения велосипедиста и пешехода в координатной плоскости С от Т. Зависимость пути от времени. В 8.00 лизав Б у нас поехал велосипедист. Скорость его постоянно, значит график его движения будет прямая. И вот она, оранжевая, появилась. Ну а дальше розовая прямая, конечно, иллюстрирует график движения нашего пешехода. По условиям мы видим, что велосипедист прибыл в Б на 6 часов позже, чем оттуда вышел пешеход. А 17 часов минус 8 часов — это 9 часов. Найти в задаче нужно отношение АО к АБ. Осмыслите, почему именно это. Далее, заметив накрест лежащие углы, желтенькие, а также вертикальные углы, зеленые, с чистой совестью можно говорить о подобии треугольников. Я сейчас показываю, каких именно. Коэффициент подобия, если мы имеем в виду отношение большей стороны к соответствующей меньшей стороне, здесь 9 к 6, что равно 3 вторым. Именно поэтому появились отрезки 3х и 2х. А дальше новая пара подобных треугольников. Оранжевые углы по 90, синенький уголочек общий, а коэффициент подобия — это 3х к 5х. Ну что ж, вот такая вот симпатичная задача и не менее симпатичное решение. Задавайте вопросы в комментарии, если таковые остались. Счастливо!